Она построена была с учетом таких требований, как максимальная загрузка задней оси То есть мотор, в отличие от общепринятых всех правил, стоит мало того, что сзади, он еще развернут задом наперед То есть получается при разгоне, мягко выражаясь, передние колеса просто отрываются Вся из 4 на 2 машина превращается, если 4 полных, 2 ведущих, это как принято считаться То тут, наверное, 4 на 3, то есть практически полноприводное, все сзади Геннадий Ожиганов знает в этой машине каждый винтик, он сам разбирал и собирал баги много раз Берется труба и варится, берется аморизатор серийный, купленный в магазине, достаточно там вазовского Достаточно все просто, или от иномарки какой-нибудь снятый, переваривается укрепление, ставится сюда Пружина от 0,1, она уже есть очень много лет, она как раз поставлена, все Ну, двигатель купленный с аварийной машиной, то есть, ну, немножко доработанный Ну, радиатор с базара То есть, как бы все, вот класс баги, чем он, ну, как мне нравится и доступный для очень многих Потому что, если иметь, например, небольшой даже авторемонт, то достаточно того, что выбраковывается с автомобилей, ну, не совсем такое, что уж никуда не поставишь А этого достаточно, чтобы поставить сюда и ехать еще и гонки Эта машина, хоть и построена мастером из Ёж-Королы около 20 лет назад, до сих пор привозит балаковского гонщика к медалям Она и помогает со старта уехать где-то в разгоне, где-то в грязи, очень хорошо помогает, в сильнейшей грязи, когда буквально у нас были гонки 2-3 июля Залило все водой, грязь была вот буквально по ступицу машины, можно сказать, ползли по этой глине на трассе Куртома-Овраге Это моя машина ехала и прошла всю дистанцию гонки В этом сезоне балаковский спортсмен участвовал в шести соревнованиях, пять из которых прошли в республике Мариел Заключительные гонки, по словам Геннадия, прошли более-менее спокойно Это проходило на границе между Марийской и Кировской областью, город Нижний Тарьял Прошли они соревнования, ну, достаточно, знаете, мягко, в отличие от других гонок, которые были у нас и грязь, и пыль И вообще лето было очень такое, с серьезными такими условиями в плане гонок Прошло все хорошо, мы заняли там второе место на этапе чемпионата Также получилось по результатам всей серии пяти этапов второе место в их зачетной группе баги В первую очередь гонщики выбирают те соревнования, которые организованы на высоком уровне Можно поехать в какую-нибудь там деревню, село, тоже проводится много гоночных серий Даже в Татаре проводится, недалеко, 300 километров Ульяновской области Но мы видим, что там подготовки нет, там это поле, там в поле нарисована какая-то дорога Там они стартуют в пыль, то есть ничего не видя, какие-то ухабы То есть, ну, это, конечно, автокросс, я бы сказал, что это трудно Ну, в общем, достаточно опасно Шесть соревнований за сезон – это достаточно хороший показатель, говорит Геннадий Финансовой поддержки автоспорта в нашем городе давно уже нет Поэтому все делается на чистом энтузиазме Плюс помогают спонсоры, которые считают этот вид спорта пока еще перспективным Недавно считали, что у нас вообще в городе можно собрать четыре машины То есть в одном месте они поедут, они могут соревноваться между собой, как вот у нас было Если даже четыре, да, четыре точно Ну, в данный момент я еду один, потому что, ну, ребята не едут всего причин Опять же, такие всем известные причины А между тем, в некоторых регионах, к примеру, в той же республике Мариэл Поддерживают автоспорт, в том числе и детский В этом году открылась новая гоночная серия «Класс мини-баги» Дети, если не ошибаюсь, четырех с пяти лет на них едут Мотор очень маленький с коробочкой, там вариатором Машинки совершенно вот такие вот Затем класс мини-баги может перерасти в класс баги-юниор Тоже все это развито достаточно хорошо в других регионах нашей страны Затем, опять-таки, в этой гоночной серии и в других гоночных сериях Развит еще один класс Это класс D2-юниор Это ребята с девяти лет до восемнадцати полных Едут на автомобилях АК Подготовки, минимальные дуги, каркас безопасности В общем, родители стараются, чтобы дети ехали Вот в той гоночной серии, где мы участвуем Ну, я думаю, что человек 20 в общей сложности участвовало Геннадий Ожиганов уверен, что когда-нибудь и в нашем городе Автоспорт вновь начнет развиваться Может быть, найдутся спонсоры или увлеченные люди Которые помогут ему организовать автоклуб Он объединит и взрослых гонщиков, и детей Которые захотят научиться быстрому и, главное, безопасному вождению Хотелось просто, конечно же Ну, заинтересованности города, властей То есть это не моя, как бы, прихоть к миру Или проблема моя Научить детей ездить То есть это уменьшить аварийность однозначно Это адреналин выплескивать И в ранней стадии, допустим, если человек поймет Как можно ездить безопасно, а как ездить быстро И это, можно сказать, одно и то же То я думаю, что это, ну, хорошее дело Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!